Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря ждем данные по ВВП Англии в 6.00 по GMT. Относительно скоро этот релиз, по сути, открывает торговую сессию. За британской валютой мы наблюдаем, следим, ждем дальнейшего развития нисходящей динамики. И очень высока вероятность сегодня сюрприза, негативного для тех, кто тоже ждет дополнительное такое фундаментальное топливо, чтобы оправдать развитие медвежьего тренда по данному рисковому инструменту. Данные по ВВП, на мой взгляд, точно должны разочаровать трейдеров, учитывая последнюю статистику по индексам производства сектора, а сферу слуха, в целом общую динамику промышленной активности, то, что происходит с потребительским спросом, как сильно поседает рынок недвижимости, это все отголоски и следствие беспрецедентной инфляции и крайне неэффективные, на мой взгляд, политики Банка Англии, которая проводится текущим руководством во главе с Эндрю Бейли. И вот это неожиданное решение, которое было принято чуть больше недели назад о том, что лучше оставить ставку на прежнем уровне 5,25%, тогда, когда очевидно, ее нужно было повышать, учитывая самые высокие показатели инфляции среди всех развитых стран. Это решение может привести к еще большему экономическому спаду в конечном счете, когда само руководство Банка Англии осознает то, что проблема с инфляцией до сих пор не решена. И уже в следующий раз, вероятно, потребуются когда более агрессивные действия, которых уже может с одной стороны быть и недостаточно, а с другой стороны британская экономика может просто и не справиться с более активным повышением ставки, когда инфляция уже практически выйдет из-под контроля. Я думаю, что британская валюта фунт доллара в конечном счете протестирует поддержку 1,20 и на одном из последних брифингов делал отсылку на то, что ряд моих коллег, в частности по инвестиционным департаментам и инвестиционных банков, считают, что британская валюта может оказаться на более низких ценовых рубежах. После отчета по ОВП переключим внимание на статистику по инфляции в еврозоне в 9.00 по GMT. Согласно прогнозам, инфляция может снизиться и довольно-таки неплохо. В частности, в основу этого прогноза также ложатся еще и вчерашние данные по инфляции в Германии, которая просела с 6,1% до 4,5% в годовом выражении. Мне кажется, что такое резкое снижение сейчас малое, вероятно, на самом деле, учитывая то, что происходит на рынке углеводородов. Да, я понимаю, что скачок цен на нефть приводит к росту инфляции, к разгону этого показателя с определенным временным лагом. Но, думаю, что показатели 4,5% в Германии по инфляции не совсем соответствуют реальности и действительности. С другой стороны, если рассуждать о том, что эти цифры корректны, в них все равно можно найти источник, как бы фактор, который в конечном счете может стать негативным для динамики европейской валюты. В частности, в случае действительно снижения базовой инфляции с 5,3% до 4,8% – это то, что ожидается сегодня по еврозоне в целом – у Европейского центрального банка может появиться еще один аргумент – воздержаться от дальнейшего ужесточения национальной монетарной политики. И раньше, когда мы с вами рассматривали евро как инструмент, который стоит шортить, мы как раз говорили о контрасте монетарных политик, то, что ФРС все-таки еще видит где-то там на горизонте конца этого года возможности для одного повышения процентной ставки, АИЦБ уже начинает включать потихоньку, отказываясь от дальнейшей корректировки ключевой процентной ставки, учитывая катастрофические в негативном плане, конечно же, экономические условия, которые сложились в еврозоне. Поэтому, если инфляция действительно резко снизится, я думаю, что в конечном счете для тех, кто следит за евро, у них будет еще одно идеальное условие, чтобы долгосрочно шортить с целями 1.02-1.03. Но мы, как вы помните, пока что зафиксировали результаты сделки по евро-доллару, когда инструмент скорректировался в районе отметки 1.05. Это была наша цель, после чего мы решили посмотреть за развитием событий со стороны. Этот сценарий сейчас по-прежнему актуален, потому что есть еще несколько инвест-идей на торговых рекомендациях, которые пока еще не достигли целевых ориентиров, и лучше сфокусироваться на них. Дальше, по повестке экономического календаря, это данные из США. В 12.30 традиционное время публикации американской статистики, личные доходы, личные расходы. В обоих случаях ожидается прирост, наверное, 0,4%. Это хорошие показатели, соответственно, они могут добавить немного позитива в копилку сильных макроэкономических данных из США, которые мы получаем в последнее время. Вот, например, вчерашняя статистика по ОВП, да, в соответствии с оценкой прежней, в соответствии с ожиданиями, показатели ОВП американской экономики составила 2,1% в годовом выражении. Это с коррекцией как бы на второй квартал, ну, без сюрпризов. Первичные заявки на пособие по безработице, хорошие цифры, 204 тысячи, обращение и прогноз был повыше, 215 тысяч. И я думаю, что вот пограничное нахождение этого показателя на уровне 200 тысяч демонстрирует силу американского рынка труда. Хотя некоторое время назад, вы знаете, я думаю, то, что такого прогресса все-таки сектор не покажет. Но статистика говорит об обратном. Макроэкономические данные подтверждают устойчивость американской экономики. И напомню последний комментарий президента главы ФРБ Миннеаполиса Кашкари, представителя ФРС, что текущая статистика доказывает то, что американская экономика может справиться еще более, чем с одним повышением ключевой процентной ставки. Эта тема несколько вдохновила ранее покупателей доллара, что позволило индекс американской валюты прорваться выше 106 пунктов. Сейчас инструмент скорректировался до отметки 105.74. Я ждал эту коррекцию. Она была, по сути, необходима даже для простого органического развития тренда. Потому что 11 недель подряд индекс доллара рос без каких-либо откатов. Сейчас эти откаты пошли. Но фундаментальный фон остается на стороне покупателей. Я полагаю, что после непродолжительной коррекции, скорее всего, с большой долей вероятности, индекс доллара перейдет к росту. На стороне покупателей, помимо статистики, ожидания повышения ставки, еще и сохраняющийся подвешенным вопрос государственного бюджета. Учитывая, что республиканцы и демократы до сих пор не пришли к компромиссу, который устроил бы всех. И, соответственно, вопрос при остановке работы правительства – это еще актуальная тема. С 1 октября это серьезный риск, который может реализоваться. Золото – 1862 доллара за тройскую унцию. Индекс настроений. По-прежнему значительная часть трейдеров в покупках – 74% трейдеров. Десятилетние облигации держатся на высоких значениях 4,6%. Это очень много. Это максимум с 2007 или даже 2006 года. В такой динамике, в таких условиях, много раз уже повторял, не будет золото расти. Поэтому в качестве цели, где уже можно будет фиксироваться, я бы обозначил ТЭС с поддержкой 1850 долларов за тройскую унцию. Еврофунт разобрали. Доллар иена 149.37. Ждем также тестирования психологического сопротивления 150 иен против доллара. На стороне покупателей данной валютной пары – сила американской валюты. Протоколы Банка Японии, подтвердившие, что Банк Японии не намерен в ближайшее время отказываться от сверхмягкой монетарной политики. Спекулятивный интерес, который явно толкает пару вверх, потому что трейдеры не очень боятся валютных интервенций. Зря, конечно же. Но я знаю то, что многие собираются сидеть в этой паре даже с целью 155 и выше. Мы этого делать не будем, друзья. 150 – это наш предельный целевой ориентир. И пара доллар-канадец 1.3477. Снова подсвечиваем этот дуэт активов. Мы уже давно находимся в коротких позициях. Сегодня ждем отчет ПВП Канады, который, скорее всего, не разочарует, потому что ожидается прирост на 0,1% против прошлого снижения на 0,2%. Вкупе с рынком нефти, который болтается в диапазоне 93-95 долларов за баррель, это локальные многомесячные максимумы, тоже идеальные условия для того, чтобы канадский доллар сохранил бодрость и все-таки отстаивал свои интересы против американского доллара. Наша цель 1.33, собственно, как и ранее. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok